Сейчас я покажу вам, как с помощью After Effects сделать вот такую простую и в то же время интересно выглядящую анимацию появления текста. Когда-то давно разработчики добавили в After Effects большие возможности по анимации текста. Непосредственно там меняется положение, размеры букв, цвет. Но все пресеты в стандартной поставке они достаточно скучные. Я же, как вы видите, добавил, что буковки не просто сверху падают, но они еще и потом немножко так подпрыгивают. Сейчас же модно создавать такую анимацию с такими второстепенными проявлениями. И с помощью вот тех же самых стандартных методов мы и создадим такой вот забавный эффект подпрыгивания текста. Не обязательно, кстати, это к падению текста применять, можно к масштабу, например, ну и вообще к любому параметру, который мы можем анимировать с помощью вот этих вот функций, которые разработчики нам предоставили для работы с текстом. Итак, перехожу я в композицию, в которой никакой анимации текста нет и начинаем работу с того, что назначаем тексту анимируемый параметр. Нам понадобятся положение и прозрачность. Можно, кстати, вот здесь вот это тоже делать. Теперь нам нужно выбрать диапазон букв, в котором будет применен этот соответственно изменяемый параметр. Сейчас, как видите, он применяется ко всем буквам, но мы ограничим его воздействие. Только, например, возьмем 25 процентов для букв и чтобы анимируть появление, мы будем двигать параметр offset. Сейчас, как вы видите, получается вот такая вот ерунда. Чтобы это изменить, мы вот этот вот параметр на ramp up меняем и теперь при движении все это буквы сверху просто падают. В принципе, вот так ведут себя стандартные пресеты. Давайте проанимируем и посмотрим. Раньше такие эффекты постоянно встречались, потому что их было достаточно легко сделать, но сейчас вот моды и тренды изменились и стали популярны всякие вот эффекты с подпрыгиванием, там, шейповая анимация. Я думаю, вы в курсе всего этого. Сейчас текст у нас просто падает. Для создания более интересного эффекта нам понадобится вот этот вот параметр аниматора под номером один, в котором и создается эффект падения. Продублировать. Нажимаем Ctrl D. Создается второй аниматор. Сейчас он одинаковый и по ключам и по всем остальным параметрам. Мы выделяем эти ключи и нам их понадобится сдвинуть на несколько кадров и теперь мы естественно эти параметры, кстати вот если вы держите Ctrl и раскрываете вот эту вот галочку, то у вас раскроется не просто куча параметров, а раскроются все параметры и все вложенные вот эти вот папки внутри, ну чтобы быстро найти. Находим аниматор 2, ключи мы сдвинули и теперь нам нужно вот этот параметр opacity прозрачность убрать, потому что он нам не нужен здесь, а текст чуть-чуть опустить. Видите, он уже проваливается ниже линии вот этой вот нижней, ниже нижней линии. И в конце можно еще, как я делал в своем примере, сделать еще раз дубль. Уже под номером 3 он будет. Мы его раскрываем, тоже ключи сдвигаем. Но в этот раз вот тут вот нужно текст поднимать. Теперь у нас как бы вот здесь вот создается вот такая вот галочка. Сейчас мы ее еще подредактируем. Конечно, тут надо в зависимости от того, что вы хотите получить, но я допустим часть букв возьму, проваливание и где у нас тут подъем, вот подъем. Теперь посмотрим на анимацию ключей. Вот она у нас получается такими ступеньками. Каждый вот этот вот параметр, который анимирует положение, он сдвигается. Ну, собственно, вот анимация готова. Теперь, если посмотреть, можно заметить, что анимация вот тут вот. Она как бы вот такими вот углами происходит. Чтобы сделать еще более интересным, нужно ее как бы сгладить. Я подготовил вот такую вот композицию, в которой, в принципе, тот же самый текст, но я просто вверх и вниз его разнес на гораздо большее расстояние. Здесь вот эти вот прямые как раз и видны. Чтобы текст выглядел интересно, ну как бы более естественно, нужно, чтобы было по синусоиде. То есть примерно он как-то вот, ну вы понимаете, я как будто тут синусоиды рисую. Вот, то есть плавные должны быть переходы. Сделать это можно с помощью настроек аниматора. Называются они вот эти вот две настройки изи. Значит, первый аниматор, который отвечает у нас за падение текста, мы можем сделать, например, чтобы он быстро падал и потом замедлялся к самой нижней точке. Получится синусоида. То же самое мы попробуем сделать для аниматора 2. Но здесь, конечно, нам синусоиды нужна уже вот как бы вот такая вот. Чуть-чуть книзу и кверху. И для аниматора 3 мы делаем только с одним, ну можно кстати тоже с двумя параметрами. Вот, то есть как бы здесь получилась немного такая синусоида. Уже углы исчезли и это смотреться будет чуть-чуть поинтересней. Теперь, если я уменьшаю вот эти вот диапазоны, которые я сделал для демонстрации, возвращаю вот сюда прозрачность и посмотрим, что получается. Вот такое вот появление прыгающего текста. Получается достаточно, как вы видите сами, быстро и легко. Ну и в тему порекомендую вам еще один скрипт. Называется он Amortip версии 2. Бесплатный, вы можете его скачать. Он поставляется в виде пресета. Файл пресета можно положить потом в папку в моих документах. Там будет Adobe, After Effects и в пресетах этот Amortip будет находиться. После его применения на текст, потом по умолчанию с его настройками. Получается вот тоже такая забавная анимация текста. Ну тут автор как бы заранее все это сделал. Единственная только проблема, как вы видите, что с течением времени, чем больше времени текст на экране находится, тем он дольше и дольше все время считается. Если у вас пара таких интересных появлений текста в композиции будет, то через уже секунду это все будет считаться как миллиард каких-нибудь частиц в партикуляре. Вот это с ним не очень удобно работать. Если бы он не тормозил, то было круто, но вот эти всякие выражения, которые внутри него используются, они достаточно долго считаются и поэтому это неудобно. А если создавать через этот пресет, то все это достаточно в реальном времени и очень быстро считается. Поэтому мне вот такой метод кажется более практичным для использования. Не приходится там по минуте ждать на просчет какой-нибудь там секунды появления текста. В принципе ничто не мешает в этот пресет добавить, например, каких-нибудь тех же самых масштаба и, допустим, угла поворота. Ну и тоже такая же аналогичная анимация получается. Ну и еще информация напоследок. Чтобы, например, сбежать вот этого постоянного движения ключей, можно сделать такую вещь с помощью выражения. Один параметр привязать к другому со сдвигом во времени. После того, как мы вот перетащили этот ползунок сюда, можно прописать вот такое вот выражение valued time и в скобочках указать, допустим, time, минус и добавить, допустим, сюда слайдер, эффект slider control. Возьмем минус это значение этого слайдера и также это выражение мы скопируем и вот сюда. Да, вот только здесь слайдер control мы умножим на 2. Ну и какое-нибудь тут значение поставим. Ну вот, теперь этот слайдер отвечает за сдвиг во времени и мы можем спокойно этими одним, двумя вот этими ключами регулировать всю длительность анимации, а остальное все. Потом только понадобится настроить offset и все. Вот так вот просто этот эффект создается всего лишь за несколько минут. Если вам он понравился, не забудьте поставить лайк этому видео. Также можете подписаться на канал и посмотреть какие-нибудь еще мои уроки по After Effects. И до встречи в следующих выпусках! Субтитры сделал DimaTorzok